Вот такие последствия землетрясения. Мы приехали в один из офисов и тут полки обрушились. И вот так вот весело тут. Вот так вот посдвинулись шкафы. Вот такие вот зазоры. Вот видно, что он сдвинулся прямо наискосок стоит. Вот тоже интересная картина. Не знаю, будет заметно, нет. Но вот он стоял вплотную. Вот он тоже. Одна сторона у него дальше отпрыгнула. Вот так вот. А другая близко. Ближе гораздо. Подъехали еще к одному офису, где больше всего вещей. Там все попадало. И страшнее всего, конечно, было там, где лампы висячей. Или стеклянная посуда. Потому что все это раскачивается, падает, разбивается. И люди, многие напугались. Такой адреналин, конечно, выхватили немножко. Вот такие вот последствия землетрясения в одном из... Толчки идут до сих пор. Но это автошоки. Ну, как нам сказали. Сказали, может быть сильный удар еще раз. Но маловероятно. Обычно не бывает. Бывает затихо-паза затухающий. Но вот оно вчера затухало-затухало, а сегодня прям тряхануло неплохо. Вот они все картинки тут появляются. А здесь вообще попадали вот так вот компьютеры. Все у них тут попадали. Вот так вот все валяется. Плохим, а выпало все. Доски послетели. Все вот так на столах попадало. Вот так вот с полок все попадало. Во всех магазинах такая разруха. Все, конечно, там попадало с полок. Вот. Нам повезло дома. У нас дом новый и совершенно не пострадал. Толчки продолжаются у нас. Несколько раз так сильно опять тряхнуло. Ну, мы собрали, вот как нам посоветовали, сумку с теплыми вещами, с лекарствами на всякий случай. Потому что предупредили, что после сильного толчка может толчки продолжаться где-то в течение недели. И иногда бывает более сильное землетрясение, как бы волной идет. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Да, голодит жутко. Дождь идет, асфальт еще холодный. И капли пристывают на свете. Да, вот у нас толчки еще продолжаются. Сразу после землетрясения выпал снег. Много снега прямо сразу пошел. Засыпало все. Часть дорог провалилась. Некоторые дороги, которые между городами, там, значит, они как бы сползли в обрыв. Некоторые засыпало камнями. Ну, в городе вот некоторые дороги, провалы были такие большие. Ну, сразу отправили туда ремонтников, все. Ну, вот им мешал, конечно, этот снег. Следом снег растаял. И началась у нас вот жуткая кололедица. Вот сейчас идет дождь. И мы сейчас по офисам ездим. И уже несколько раз объезжали закрытые дороги. Мы несколько раз объезжали уже. Вот чем опасно, когда они даже, если небольшие толчки, газ и вода горячая у некоторых поуходили. И вот потом, если газ, то может пожар быть. Вот у нас в ближайшем магазине уже восстановили порядок. Ничего не валяется. Все уже убрали. В комментариях многие писали, что нужно выскакивать на улицу. Да, мы, когда землетрясение было, мы два раза выскакивали на улицу. А потом были толчки поменьше. Ну, дом так это перекашивало маленько. Вот были толчки поменьше. И уже не успеваешь на улицу. Под стол мы не прятались, потому что посчитали, что стол у нас такой не очень. Но вообще на Аляске дома деревянные. Поэтому некоторые оставляли такие комментарии. Я там смотрела и у себя, и у других. Что в оконный проем, ну, как нас учили на ОБЖ, в оконный проем прятаться, или в дверной проем. В деревянных домах это не срабатывает. Поэтому здесь учат под стол. Но просто человек сразу не понимает, когда трясет под любой стол. Некоторые столы, конечно, лучше под них не прятаться. Живем у океана, а рыба очень дорогая. Поэтому все, кто может и не может, ездят на рыбалку. А это, я не знаю, только там туристы едят. Очень вкусные суши. И, в принципе, доступные. Вот так вот немножечко там еще стоят какие-то ящики. Но это уже вполне нормально. Они тут, наверное, ночью... Ну, он круглосуточный. Но вот они, наверное, убирали все это дело сразу ночью, работники. Потому что все попадало с полок. Поразбивалось огромное количество. А сейчас уже вот навели порядок. Субтитры сделал DimaTorzok. Повреждений, конечно, в городе очень много Вот такие вот потолки попадали Там какая-то облицовка поотлетела Ну, там поразбивались компьютеры, еще что-то Ну, у некоторых, да У некоторых дома пополам разлезлись Ну, вот и такое тоже бывает Сейчас все работают активно Вот, а я набрала мороженое Тут вот такое праздничное мороженое есть Потому что дети дома В общем, мы им сделали такие каникулы недельные В школах очень много мусора, ремонта И детей оставили больше, чем на 7 дней, получается, дома Им скучно, хочется праздника Ну, в общем, вот такие у нас наступают праздники Еще потряхивает иногда потихоньку, иногда сильнее Вот, ну, уже как бы все выезжают на работы Несколько дней офисы закрыты были Люди приехали, там стекла собирали В общем, стеклянной посуды много Рамочки с это поубирали, там все это То, что побилось, поубирали Ну, вот так С наступающим Рождеством Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова